Здравствуйте, в эфире программа «Семь минут». Сегодня в гостях в нашей студии Евгений Рыбаков и Константин Фомин, собственно, руководитель и пресс-секретарь экологического Рязанского альянса. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки подробнее об организации «ЭКО». Не все далеко рязанцы знают о ней, что очень печально, к сожалению. Вот хотелось бы узнать, чем вы, ребята, занимаетесь? Мы расшифровываемся «Экологический Рязанский альянс», так, наверное, проще «Рязанский альянс экологический», чем мы только не занимаемся экологией в основном. Нам уже почти скоро три года будет. Организация создавалась после пожаров. Одна из первых тем была лесовосстановление, помощь в лесовосстановлении. Мы же не промышленники лесные, но этим мы тоже сейчас занимаемся. И оброслись с тех пор очень много и тем, и городская экология, и отдельные проекты, которые реализуются у нас успешно. По конкретнее проекту. Так, ну, например, такой самый понятный «Чистая ПРА». Вот прошло два этапа в этом году, он уже третий год, наверное, да? Да, правильно. Там суть в чем? В том, что ставятся станции, на станциях раздается реклама, карты, призы. С призывом вывозить мусор с собой. Не оставлять его там, не закапывать, потому что наша природа не в состоянии столько мусора принимать от нас. Есть уже результаты, при значительно чище стало, вот как отмечают и туристы, и сейчас у нас была заключительная экспедиция. Конечно, вопросы еще есть. Там сейчас отдельные направления, их теология, потому что Великие озера, откуда ПРА вытекает, являются огромным нерестилищем. Если туда рыбка не заходит, она часто не заходит, потому что вся река перегорожена сетями, то где-нибудь под Нижним Новгородом не будет рыбы, например. Такая очень связь. Там тоже рейды проходили летом, ловили браконьеров. Мы там с органами власти, там, как бы общественный контроль еще подключаем. Вот. Это вот такой проект, там, чистый ПРА, один из таких понятных. Я, наверное, дополню еще. Вот Евгений упомянул такой наш самый масштабный проект по лесному восстановлению и сказал про то, что мы на ПРЕ убирали мусор. Но, кроме того, что мы убирали мусор на ПРЕ, у нас еще второй, наверное, по масштабности из наших проектов – это большие уборки, которые мы начали, когда узнали, что вот в Эстонии вышло 50 тысяч добровольцев и убрало за один день всю страну. У нас 50 тысяч пока таких сознательных граждан никак не собирается. Но, тем не менее, мы тоже вот два раза в год призываем, и, наверное, там, тысяча-другая каждый раз добровольцев находится. И мы участвовали в том году во всероссийской уборке. Это уже такая стала традиция. Сейчас будем, наверное, это осенью в пятый раз уже проводить. Около трех тысяч собирается людей. Как так зависит от условий там погода, как сложатся там карты. Вот. Ну, тоже такая динамика есть определенная. А вы можете сейчас просто с лету назвать самые болевые точки нашего города и района? Это архитектурное злоупотребление. Все, наверное, видят, что, ну, и по стране вот мы ездим, таких городов мало, как Рязань, с такой плотностью застройки. Точечная застройка – это ужасно, конечно. Конечно. Город задыхается. Плюс ко всему, к этому, зеленых зон не то, что не появляется новых, вот за что мы тоже воюем всегда. Они, к сожалению, уменьшаются каким-то… Хотя мы за каждую боремся там, на общественных слушаниях, на… Единственное, вот появился еще у нас новый проект «Спасибо городу, городской власти» – это дендропарк в Песочне. Совершенно был бомжовый участок такой, где все было в шприцах и в бутылках. Причем бутылки в основном были из-под сиреней, из каких-то там, не знаю, что такое люди пьют из аптек. Боярышник. Да, боярышник, и же с ними. А сейчас там уже становится место похоже на парк. Там и клумбы у нас, сейчас вот международный проект у нас, может быть, Константин расскажет, там ребята приезжали из разных стран. И там очень много мы деревьев посадили, там несколько тысяч. Их так сразу не видно, но вот ходишь, там и кедры, и пихты, и пионарий, 40 видов пионов, сейчас розы. Там родник есть внизу. Так потихонечку складывается такой вот парк небольшой. Константин, ну расскажите вот про международный. Про международный можно наш проект рассказать. Я хотел сначала просто перечислить хотя бы какие-то действительно проблемные точки. Городские. Да. Ну то есть сейчас вот идет вопрос о том, что может быть пересмотрят охранную зону Кремля, и может быть в пойме будут строить, что, конечно, совсем недопустимо. Проводили мы акции против того, что вот на плетенке Павловке принимали этот проект. И, наверное, еще около октября ходили разговоры, что будут застраивать вот этот вот, как бы до глобуса вот в эту сторону зеленую зону. Ну и, конечно, свалка в Турлатово такая вот серьезная уже годами затянувшаяся тема. То есть, в принципе, много таких точек, да. Там в Турлатово, извините, перебью не только полигон этот промышленный. Там вообще очень... Вырубили там тоже кусок леса, построили этот салон. Да, ну, там с воздухом совсем не в порядке у нас. Там правительство принимает какие-то шаги, но, к сожалению, пока реальных результатов только можно ожидать. Там предельно допустимые концентрации превышаются в десятки раз. И там очень люди, которые живут в тех вот районах Турлатова, Мирной, Соколовка. Ну, в тяжелых таких сложных экологических условиях. Ну да, то есть, мы проводили и акции, как бы, направленные на привлечение внимания. И подписи собирали, там почти тысячу собрали. Только там где-то в интернете еще, ну, как-то такие бумажные. И, ну, в общем-то, ждем, что все-таки власть отреагирует. Потому что не все могут сделать добровольцы. Но, как бы, кое-что все-таки могут. Вот как раз о чем Евгений говорил. То, что приезжали к нам. У нас такая интересная по концепции была акция. То, что выходят, конечно, у нас наши рязанские добровольцы. Но когда они видят, что вот к ним там девчонки молодые, 19-летние из Франции, из Испании приехали. И в их мусоре копаются, им тут деревья сажают. То многим реально там как-то стыдно становится. Но, с другой стороны, интересно. То, что можно же сходить там познакомиться. Вот. Они у нас тут, наверное, где-то месяц, ну, чуть поменьше, недели-три проковырялись. Ну, как, мы старались, чтобы это все было не показухой какой-то. Чтобы они действительно настоящими делами занимались. И практически по всем нашим проектам мы хотя бы их там на пару дней так показали. Они поучаствовали. То есть, они были и на пре, и сажали, вернее, ухаживали за посаженными деревьями на горельниках под передельцами. И вот в дендропарке работали. Школьная аллея, они там вот занимались пореживанием. А мусор тоже убирали. В общем, так у них такое было. Из шести стран были ребята. Одессея. Интересная. Последний вопрос, завершающий. В зиму какие-то планы уже есть? Или же отдыхать будете? Ой, до зимы еще далеко. У нас вот большая уборка там 15-го, 14-го сентября. Мы в этом году объединились с блогерами против мусора на федеральном уровне. И сделаем экологический Рязанский альянс. Вот мы будем такую рекламную уборку проводить 14-го. под классическую музыку. Постараемся, чтобы был там, ну не оркестр, но чтобы такое симфоническое. Это же высокие чувства должно высылать. Мы же делаем мир чище. А потом за этим будет большая уборка уже такая масштабная. Ну вы скажите сразу, во сколько, где, когда, поподробнее? 14-го мы еще не определяли время. Ну, это будет в любом случае выходной. То есть где-то, наверное, не с самого утра, но где-то в середине дня. Чтобы не слишком рано, не слишком поздно. Часов в 10-11. А территориально? Это лесопарк будет, скорее всего, Орешек. Чтобы людям проще было добраться. Ну, главное, чтобы с чувством юмора, с расстановочкой. С улыбкой. С улыбкой на лице. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Евгений, Константин. У нас были в гостях представители экологического Рязанского альянса. И вам спасибо большое за внимание. Берегите природу. И жить станет легче и веселее. Всего вам хорошего. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин